Христос Воскресе! Дорогие телезрители! Сегодня, 15 мая, неделя четвертая по Пасхе о Расслабленном. Православная Церковь совершает память мученика Испера, мученицы Зои и чад их, мучеников Кириака и Феодула. Святые мученики Испер, его супруга Зоя и их сыновья Кириак и Феодул пострадали за веру Христову во II веке в гонение Адриана. Святые супруги приняли христианство в детстве и своих детей также воспитали в глубокой вере. Все они были рабами знатного римлянина Катула, жившего в малайзийском городе Атталии. Служа своему земному господину, святые никогда не оскверняли себя идоложертвенной пищей, употребление которой язычниками было обязательным. Однажды Катул послал святого Испера по делам в Тритонию. В это время святые Кириак и Феодул решили бежать, не желая находиться в постоянном общении с язычниками. Однако святая Зоя не благословила сыновей на этот поступок. Тогда юноши просили материнского благословения на открытое исповедание своей веры во Христа и получили его. Когда братья объявили Катулу, что они христиане, тот удивился, но не предал их на мучения, а отослал вместе с матерью к святому Исперу в Тритонию, надеясь, что родители убедят своих детей к отречению от Христовой веры. Находясь в Тритонии, святые некоторое время прожили в спокойствии, готовясь к предстоявшему им мученическому подвигу. Ко дню рождения сына Катула все рабы были возвращены в Атталию, и в доме устроен был праздник в честь богини Фортуны. Рабам были посланы яства со стола господ, в числе прочего были и доложертвенные мясо и вино. Но святые не притронулись к еде. Зоя вылила вино на землю, а мясо бросила собакам. Узнав об этом, Катул приказал истязать сыновей Зои, святых Кириака и Феодула. Братьев, обнажив, подвесили на дереве, терзали железными орудиями на глазах их родителей, которые во время пыток наставляли своих детей терпеть до конца за веру. Потом и сами родители, святые Испер и Зоя, были подвергнуты жестоким пыткам. Наконец, всех четырех мучеников бросили в раскаленную печь, где они с молитвой предали свои души Господу. Тела их сохранились в огне, неврежденными, и слышно было ангельское пение, прославляющее подвиг Исповедников Господних. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых. Святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского, празднуется перенесение мощей благоверных князей российских Бориса и Глеба во святом крещении Романа и Давида. Святителя Афанасия, патриарха цареградского Лубенского чудотворца, празднуется обретение мощей преподобного Афанасия Сяндемского, благоверного и равноапостольного царя Бориса во святом крещении Михаила, принявшего крещение со своим народом в IX веке. Праведной Тавифы и Апийской празднуется перенесение мощей мученика Авраамия, болгарского Владимирского чудотворца, совершается празднование икони Божией Матери Путивольская. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем тезаимеництва. Благожелаю вам от воскресшего Христа жизнодавца, мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи Божией во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето. Воистину, воскресе Христос! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова